Легендарный Кызжибек и Тулеген в Караганде. В преддверии дня первого президента в кинотеатре Сарыжаляу состоялась встреча карагандинских ценителей казахского кинематографа с исполнителями главных ролей известного фильма Миру Эртути Кешевой и Куманом Тастанбековым. Подробнее вы узнаете у нашего корреспондента. Легендарной картине казахстанского кинематографа Кызжибек исполнилось 42 года. Премьера фильма состоялась в далеком 70-м году в городе Алматы. Фильм сразу же нашел свой отклик. Картина выдержала прокат в более 80 странах мира. Главные герои фильма, заслуженная артистка казахской СССР Миру Эртути Кешевой и звезда казахского кино Куман Тастанбеков прибыли в шахтерскую столицу в рамках ретро-фестиваля. Цель визита – привлечь внимание граждан к отечественному кинематографу. Наши фильмы очень редко показывают в кинотеатрах или вовсе не показывают. Это зависит от руководителей сегодняшних кинотеатров. А былые кинотеатры, работавшие еще в советские времена, сегодня в руках у бизнесменов, которые в первую очередь думают о бюджете. Ретро-фестиваль, который проводится во всех городах республики, предполагает показ отечественных фильмов. Большой проблемой для казахстанского кинематографа сегодня является распространенное мнение. Голливуд интереснее. Однако множество легендарных фильмов «Меня зовут Кожа», «Ангел в тюбетеке» и многие другие картины, снятые казахстанскими режиссерами, до сих пор вызывают бурю эмоций у зрителей. Куман Тастамбеков считает, что сегодняшние реалии далеки от блого кинотворчества. Так как мы уже долгое время находимся в сфере кино и театра, для нас очень важны работы современных режиссеров и актеров. Главное, о чем они говорят в своем творчестве. Но, как говорит наш президент, мы кочевники, мы казахи и всегда должны помнить об этом. Шахтерскую столицу известные актеры привезли с собой несколько картин, в том числе новый казахстанский фильм «Шал» режиссера Ермека Торсынова и, конечно, легендарную любовную драну «Кожжебек» Султана Кожикова. За эти годы у картины появились еще 16 версий, что говорит об успехе зрителей любовного эпоса. История экрана любви продолжилась и в жизни. Сразу после премьеры актеры сыграли свадьбу. По словам Меруэртути Кешевой, 42 года никак не повлияли на чувства. Когда-то давно, весной, во время съемок, Куман впервые подарил мне цветок. Этот цветок до сих пор хранится в нашем доме. Он имеет большое, особое значение для меня. Встреча народных артистов с караганинским зрителем прошла успешно. Поклонников героев народного эпоса оказалось немалым. Между тем, мероприятие было приурочено к приближающемуся дню первого президента Казахстана. Поздравляем с приближающимся днем первого президента нашей страны. Желаем всем настоящего праздника, веселья. Анар Султану Абишевичу большого здоровья. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Караганинский.